3 июля, 6 часов утра, вам необходимо прибыть в военный комиссариат. При себе иметь документы, повестку, приписное свидетельство и паспорт. Александр Стародумов отправляется на срочную военную службу. В 25 лет для него это осознанный выбор. Закончив высшее учебное заведение, попал весенний призыв. До этого времени у меня была отсрочка. Сейчас я пришел на медкомиссию пройти и дальше уже по результатам явиться в воинскую часть для прохождения службы. Для того, чтобы получить необходимые навыки для защиты своего отечества в случае опасности. Если нет ограничений по здоровью и иных отсрочек, эту обязанность несут мужчины от 18 до 27 лет. Причем в зону СВО новобранцы не направляются, напоминает военный комиссар. Желающие могут пойти служить по контракту. На призывной комиссии они могут изъявить желание и сказать, что мы желаем заключить контракт на 2 года на военную службу по контракту. То есть 1 год службы по призыву можно заменить на 2 года службы по контракту. Но для этого иметь образование либо среднеспециальное, либо высшее образование. Около года назад оказание ряда услуг нашего военкомата перешло в цифровой формат. Например, через портал Госуслуг можно оформить различные справки. В более короткие сроки проводится профессионально-психологический отбор. Мы используем в своей работе призывной комиссии, медицинской комиссии ЕМИАС. Это единую медицинскую информационно-аналитическую систему. То есть врачи, которые работают в призывной комиссии, могут выйти на регистратуру и амбулаторную карту призывника, посмотреть ее, какие были заболевания, какие пикризы и тому подобное. Это значительно сокращает время оформления документов. Такой формат удобен как сотрудникам военкомата, так и призывникам. По предварительным подсчетам, ряды нашей армии, как и в прошлом году, пополнят около 300 новобранцев из Одинцовского округа.